Всем привет! Вы слышите и видите Лёшу Халецкого. Это выпуск «Мнение дилетанта», который, в принципе, посвящен образованию. Но рассказывать про систему образования и как её надо реформировать, это вообще очень долго и много. И не думаю, что я слишком компетентен. Я об одной вещи хочу поговорить. Вот недавно прошли выпускные экзамены, вступительные экзамены. Не знаю, или они ещё идут. 24 июля, наверное, тоже уже вступительные прошли. И я опять обратил внимание на такую простую вещь, как запрет проноса смартфонов в аудиторию, тем более пользование ими. И вот у меня вопрос такой возник. А почему вообще, в принципе, запрещают пользоваться смартфонами, интернетом? Мне это напоминает, когда я учился в школе, нам запрещали калькуляторами пользоваться. Родители рассказывали, что им запрещали логарифмической линейкой пользоваться, или как она такая, инженерная линейка, с помощью которой можно было что-то высчитать. А какого, собственно, фига? Почему? Вот зачем это делается? Мне по этому поводу вспоминается выражение Черчилля. Я не помню конкретно, к чему он это сказал. Скорее всего, вот по поводу Блицкрига Германии, когда Франция и Англия были совершенно не готовы к такому новому типу войны, Черчилль сказал, что генералы всегда готовятся к прошлой войне. И когда они сталкиваются с новым видом атаки, в данном случае Блицкрига немецкого, они просто не готовы. Так вот и здесь такое ощущение, что мы поколение детей готовим к прошлой войне, к прошлому веку. Вот давайте размышлять. Почему запрещают проносить смартфон? Это потому, что он, типа, увидит ответ в интернете, сможет быстро нагуглить и ответить правильно. А почему, собственно, и нет? Мы разве не так с вами поступаем в обычной жизни? Я многого не помню для того, чтобы решить какую-то задачу. Я, естественно, гуглю, я, естественно, читаю статьи какие-то по решению этой проблемы. И они мне помогают решить мою проблему. Почему дети должны поступать по-другому? Нафига им заучивать тонны этой информации? Это именно что прошлый век. Потому что тогда доступ к информации был только если вы пойдете в библиотеку. Это именно что трата времени. И для того, чтобы не тратить время, человек, знающий, который вот именно, у него много в голове вот этого заученного, он был ценен. Сейчас у вас вся инфа, все вот внутри этого устройства. Вы сразу имеете доступ ко всему. Что может пойти не так, что вам понадобятся выученные наизусть там исторические даты, например? Ну, если кроме того, чтобы победить в каком-нибудь интеллектуальном шоу. Более того, как бы ни был человек хорошо эрудирован, явно его память в любом случае даст меньше информации, чем вы можете найти там, ну, зайти в ту же Википедию, предположим, или на другой, любой другой энциклопедический справочник или сайт, посвященный там разработке какого-нибудь кода. Там все равно будет более полная информация и более качественно структурированная, чем любой даже разбирающийся человек может вам рассказать. То есть, получается, мы обучаем детей, да, блин, даже в институтах то же самое, тому поведению, которое не свойственно взрослым в нормальной обычной жизни. По-моему, идея школы на данном этапе должна быть, во-первых, учить человека учиться. Это очень важно. Да, я думаю, уже даже наше поколение не выживет, если не умеет, ну, как это сказать, не выживет, не будет лучше себя чувствовать, если не будет уметь постоянно переучиваться. А уж следующее поколение тем более. Будут постоянно в ближайшем будущем появляться новые профессии, а старые очень быстро отмирать. Там всякие такси, дальнобойщики, конечно, у меня первое приходит на ум. Вам надо будет постоянно переучиваться. А в нашей школе учат заучивать какие-то аксиомы наизусть. Вроде как, если вы это выучили, то вам будет в дальнейшем проще. То есть, грубо говоря, выучили, сдали выученное на уроке, получили пятерку, получили золотую медаль, вы молодец. А это не так работает в реальной жизни. Школа должна учить учиться. Очень важная мысль. Более того, в реальной жизни иногда нету заученных ответов. Точнее, не иногда, а чаще всего. Поэтому второй важная штука, которую должна учить школа, это уметь мыслить. Вот это очень важно, и, по-моему, чего реально в наших школах нет. То есть, вы должны обрабатывать факты, соединять разрозненные факты, вообще разрозненные, делать на этой основе выводы и находить путь решения проблемы. Кстати, чему офигенно учат стратегические игры? И в конце оценивать результат. Получается хорошо, плохо, если нет, то переделывать. А у нас школа учит, что на каждый вопрос есть заученный ответ, либо ответ, который можно получить по известной формуле. И дети выходят в мир вот именно с этим знанием. На этом, кстати, обратите внимание, что очень многие отличники, золотые медалисты и красные дипломники в дальнейшей жизни ломаются, именно потому что вот эта фигня не работает, потому что в реальной жизни сейчас все не так. Давайте вот по конкретным предметам, например. Я, по-моему, год назад делал стрим, проходил ЕГЭ, и очень мало чего решил по математике, именно потому что я просто уже не помню формулу. Я прекрасно себя понимаю, как это решить, как эту задачу решить. Мне для этого надо просто пойти погуглить формулу, которая решает этот косинус-квадрат плюс синус-квадрат, да? Как высчитывается площадь равнобедренного треугольника? Нафига мне вот это сейчас знать в моей жизни? Но я прекрасно понимаю, как решается эта задача. На экзамене я бы экзамен по математике завалил просто потому, что я не помню эти формулы. Но я же знаю, как решать эти задачи. То же самое и ребенок. Получается, тот ребенок, который заучил все формулы, молодец. А тот, кто знает, как это решить, ну, он такой лоботряс типа где-то бегает, не молодец. То есть мы просто выращиваем заучек в самом плохом смысле этого слова, которые просто заучивают материал. Естественно, я не говорю, что тот лоботряс, который даже не в состоянии выучить формулы, прям должен сдавать экзамены и быть классным по жизни. Но человеку надо объяснить, что он лоботряс в принципе, да? А с другой стороны, ну, в моем представлении о жизни, по-моему, ребенку лучше вот это время на заучивание формул потратить, хоть в футбол побегать, поиграть. Реально будет, да блин, поиграть в циву, это реально будет больше пользы. Вот в моем представлении, не знаю, вы поспортите со мной в комментариях, объясните, в чем я не прав. На данном этапе развития человечества заучивание всех формул, правил и так далее, по-моему, не самая важная вещь. История – один из моих самых любимых предметов. Я вот сейчас думаю, а нафига? Вот детей из года в год пичкают датами. Типа, надо выучивать эти даты. Зачем? Зачем вообще? Ну, зачем знать, в каком году происходит Великая Французская революция? Или когда Колумб открыл Америку? Он достаточно приблизительно знать. Вот там примерно в конце 15 века, да? Или революция в конце 18 века. Ну, приблизительно. То есть, чтобы примерно знать, что за чем идет. Более важно для истории понимать, что она идет по спирали в некотором смысле. Что те события, которые раньше происходили в человеческой истории, они вполне могут сейчас повторяться. То есть, вот как, не знаю, как сейчас преподают историю. В наше время преподавали, у меня была история мировая с 5 по 11 класс. И начиналось, значит, 5 класс – самые древние времена, там, типа, палеоцены и прочее. И 11 класс – это новейшее время. То есть, мы просто шли по временной шкале. А по-моему, надо каждый год брать исторические события и проводить между ними параллели. Постоянно. Вот то-то произошло в Древней Осирии, а тут в Средневековье практически то же самое, но со своими какими-то нюансами. И проводить параллели, почему это связано? То есть, прийти к психоистории Айзека Азимова, да, из книг «Фаундейшн». И вдаваться в более такие конкретные вещи по истории. История представляется как неким, знаете, как будто раньше люди были какими-то другими. А на самом деле это, ну, не совсем так. Ну, да, там немножко физиологически различается, но люди, по-хорошему, во все времена, лучше так сказать, во все времена были и гении, и бездарности. Надо всегда проводить параллели с современностью. Например, рассказать, как бетон использовался в Римской империи. Или как асфальт древняя Осирия добывала из Мертвого моря. Как менялся ткацкий станок. Вот недавно прочитал, например, что ткацкий римский станок был более примитивный, чем древнеегипетский, но более эргономичный. То есть, приносил больше прибыли. Ну, грубо говоря, за меньшее время больше продукции. Это, блин, про современный мир. Или опять же, что в том же Древнем Риме было запрещено внутри города на повозках передвигаться. Чистая пешеходная зона. Только ночью там товары подвезти в лавке. Пожалуйста, вот ваша городская среда. Куча всего, куча интересных идей можно из прошлого почерпнуть. А нас учат на истории заучивать даты. Или литература. Нафига нас заставляют заучивать стихотворение постоянно? Я вот до сих пор, вот сколько ни прошло лет, у меня похвальный лист по русской литературе после школы. То есть, значит, я все на пятерке всегда сдавал и экзамены по ней сдавал. Но я до сих пор не понимаю, нафига нас заставляли заучивать стихи. Потом, я уже когда полюбил творчество футуристов, я кучу стихов Маяковского сейчас знаю. Просто потому, что мне их нравилось читать. Я их так часто читал, что они у меня в голове отложились и могу вам множество из них прочитать по памяти. А в школе-то зачем их заучив? И как постоянно на уроках дрючат, что прочитали вы и не прочитали вот это произведение. Постоянно стали каким-то обычным шаблоном это все разбирать. То есть, там кто-то написал критику, да, и не дай бог тебе в сторону от этой критики отойти. Я уже молчу о том, что большинство из произведений, которые дети читают в школе, им вообще, в принципе, не должны быть понятны. В каком мы, в восьмом или в девятом классе «Войну и мир» проходим? Реально? Восьмикласснику, девятикласснику «Война и мир» должна быть понятна? Или «Преступление и наказание». Серьезно, вот эта книга для этого самого возраста. Я совершенно точно уверен, что надо читать, надо много читать. Это точно. Вот это надо как-то объяснять подрастающему поколению. Много-много читать. Чем больше вы читаете, тем больше у вас словарный запас. Тем более вы хорошо можете говорить, объяснять свои мысли и доносить свои идеи. Я уже молчу о том, что отлынивать от работы, лениться и все равно быть классным чуваком. Это все идет из чтения. Но заучивать ради чего? Тренировка памяти, что это? И потом постоянно в школе, как вспомню, вот что намного более действует на культуру человека, намного хуже в школе. Это всякие вот эти утренники и... не утренники, а как... ну там всякие школьные мероприятия, где дети зачитывают поздравления в стихах. Более ужасных произведений я не слышал никогда в своей жизни. Там поздравления в открытках, поздравления учителей в стихах и прочего. Это просто ужасно. Хороших стихов не так уж и много в мире. Это... поэтому и превозносятся поэты, которых, опять же, не так уж и много. Именно потому, что они офигенно это умели складывать. А такое ощущение, что школа учит, что, блин, стихи может создавать каждый, выходи на сцену и читай вот это вот говно. И никак... никак это не объясняется, что вот это плохо, вот это хорошо. Почему вот это красиво? Просто заучивай, просто рассказывай. Нет, я не спорю, может, у кого-то из вас были учителя по литературе, которые реально это... Вам доносили, что вы это поняли именно в школе. Я-то это понял только уже после школы. И то, я, кстати, считаю, это даже скорее не проблема учителя, скорее. Потому что у меня, по-моему, ученицы по литературе были очень неплохие, которые, ну, заинтересовывали. А именно школьные программы. И вот этого подготовки детей к прошлой войне. Вот этой зубрёжки постоянной. Надо уметь анализировать. Ещё очень важно, знаете, что, когда ты заучивал стихи, ты же выступал перед классом, да, вставал и рассказывал. То есть, вообще, я считаю, это офигенная школа выступления. Но это всегда так подавалось, что очень многие просто скорее боялись именно самого выступления перед классом, чем того, что они не выучат стих. А это важно. Это важно реально, чтобы любой человек, мол, мог перед каким-то скоплением людей нормально выступать. Не делать шоу, не делать там артистизм супер, а просто чувствовать себя нормально. Это тоже очень важно. Да пусть он этот стих со смартфона зачитает, даже не выучив, но этот стих ему чем-то понравился. Вот почему бы не так делать? Он говорит, ребята, находите любой стих любого автора там и выступайте там раз в месяц такое, чтобы было. Почему нет? Как и чем это хуже, чем заучивание стиха и тупое, просто унылое декларирование его в классе. Там, наверное, вышел и сирот сосен и берозок ходит бедный отморозок. Не помню чей стих. Какой-то белорусский современный автор. Многие стихи просто, ты понимаешь, уже после школы, прожив, пережив какие-то определенные события в жизни или посмотрев, что в мире происходит. То есть я уже все тут, математику, литературу, историю затронул. Блин, да это по многим предметам так можно пройтись. По всем предметам. Это заучивание. Да представляете, сколько вообще времени полезного освободиться и учителей, и у учеников, если мы не будем первых заставлять слушать сдачу вот этих всех заученных наизусть стихов или там аксиом или правил. Ну, хорошо, вот русский язык. Ну, не русский язык, просто язык можно обсудить. Орфографию. Мне кажется, ошибки орфографии, да, заучивать. Но язык-то меняется постоянно, это все может измениться. В языке, как мне кажется, важен все-таки синтаксис. Вот это важно запомнить, просто потому что это, знаете, как машинный код, как программирование. То есть только ты сообщаешь не машине, как интерпретировать твою фразу, а другому человеку. Больше всего меня раздражает, когда человек хреново расставил синтаксис, потому что непонятно просто его фразу, что он хочет мне сказать. Не там обращение сделал, там вместо запятой тире или наоборот. И уже меняется смысл фразы. Вот синтаксис важен, потому что это человеческий код общения. Вы сообщаете другому человеку код, который вы хотите до него донести. А тем более надо иметь в виду, что все, что может быть понято неправильно, обязательно будет понято неправильно. И если вы неправильно составите эту фразу, то человек может и обидеться вообще. Может, вы его оскорбляете чем-то. Понятно, что таблицу умножения надо, естественно, выучить. Это просто какие-то основы. Потому что если ты будешь лезть в калькулятор, чтобы 9 на 6 умножить, ну, по имени. Наверное, идиот вообще. А, кстати, по поводу идиотов. Я вот сегодня прочитал. Оказывается, сейчас я найду. Это к тому, что вы мне пишите, типа, не рассказывай нам про политику. Так вот, идиот – это от древнегреческого слова «идиотис», по-моему, отдельный человек, частное лицо, несведущий человек. И в Древней Греции идиотом называли гражданина полиса, который живет в отрыве от общественной жизни, не участвует в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественно-демократического управления. То бишь человек, не интересующийся политикой. Так, на минуточку. Что еще вспомнить? Заучивание слов на английском языке вместо того, чтобы общаться на английском, просто смотреть как можно больше английского. Да, блин, почему не сделают? У вас в школе изучается какой-то иностранный. Не говорю только английский, может, там, испанский, немецкий. Все. Ученики должны у себя на смартфонах поставить весь интерфейс на языке, который вы изучаете. Боже, это даст для обучения ребенка настолько большой скачок в этом языке. Все игры должны быть на этом языке. Играй, играй. Только вот, пожалуйста, на английском. Это такие, по-моему, банальные вещи. А что у нас там вводят? У нас, я не знаю, как в российской школе, у нас сейчас десятибальная система в Беларуси. Реально. То есть, в мое время, типа, пятибальная была, хотя на самом деле использовалось по-хорошему только три оценки. Типа, пять – отлично. Четыре – ну, не дотянул. И три – что-то ответил, но совсем грустно. Двойки там очень-очень редко ставились. По-хорошему, трехбальная. И на самом деле, этого достаточно. Я вообще молчу, что оценки в школе, мне кажется, вообще нафиг не нужны. Просто готов-не готов. Все. Сегодня не готов ученик, куча не готов бан его из школы забанить. И банится в группе Халецкого. Все, покеда. И на канале баню таких сразу. Три раза не готов к школе, все, на канале забаним. Какая разница, хорошо он или плохо подготовился? Это его, ну, как-то сказать, если мы научились детям объяснять, что надо будет вам постоянно в дальнейшей жизни постоянно учиться и мыслить, то пофигу, выучил он урок или не выучил. Готов-не готов. Это будет уже его дело в основном. У нас оценки выставляются, какая-то иерархия, там, у кого-то кто-то отличник, кто-то хорошист. Вообще никак в дальнейшей жизни это, вот, все эти оценки вообще никак не влияют. А детям кажется, что влияют. Вот их этому учат в школах. Сдать смартфоны, блин. Нет, я понимаю, что они на уроках могут сеять в игрушки играть. Возможно, вот это можно сдавать смартфоны, это я не против. Но на контрольных, то есть, чтобы человек просто не отвлекался, когда ему учитель объясняет что-то, это я согласен, чтобы не просто сидеть. Но контрольные, ребята, у вас контрольные, не забудьте взять смартфоны, чтобы у вас был оплачен интернет, чтобы вы могли им пользоваться. Это вам поможет лучше сдать. И задавать такие, ну, таким образом, получается, что на контрольных можем больше вопросов задать, потому что мы понимаем, что ребенок может быстрее это все решить. Да и вообще можно огромные контрольные задавать, и просто смотреть, сколько ребенок за это время может решить. По-моему, это еще лучше, чем какое-то фиксированное количество примеров. Насколько у него быстро ум работает? Почему нет? Это просто вот сейчас тупое ограничение способностей человека. Хотя сами взрослые себя ни в чем не ограничивают. И это реальный мир. Они пользуются всеми благами цивилизации, чтобы найти ответы. В общем, я идею вбросил, свое мнение дилетанта высказал. Пожалуйста, жду ваших мнений в комментариях. Хотя накидывайте еще идеи, как это можно все использовать. По-моему, это очень важная тема. Надо что-то менять. На этом все. Вы видели и слышали Лешу Халецкого. Всем пока.